Традиционно 8 февраля университетское научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки. В этот день в Тверском государственном техническом университете прошел круглый стол с ректорами высших учебных заведений Тверской области. Участие в мероприятии принял губернатор Игорь Руденя. Обсуждались вопросы поддержки научных исследований в регионе, инновационной разработки тверских ученых, а также сотрудничества вузов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Тему продолжит Наталья Чекет. В Тверской области расположены ведущие предприятия и научно-исследовательские организации Минобороны России. Они разрабатывают и выпускают большой спектр высокотехнологичной продукции для вооруженных сил. Во время круглого стола ректоры университетов Верхней Волжи представили научные достижения в сфере оборонно-промышленного комплекса. Так, ректор Тверского государственного технического университета рассказал об инновационных разработках вуза, которые могут быть востребованы в Министерство обороны. Мы можем предложить порядка 20 разработок от IT-технологий до строительных, до химических. Работаем интенсивно с НИИ-2. Например, последняя работа была по обнаружению космического мусора и по взаимодействию его с ракетами, с различными полезными объектами. Есть совсем новая разработка по возведению аэродромов в арктических зонах, например. Строители предлагают какой-то уникальный бетон, который выдерживает очень такую серьезную радиацию. На встрече обсудили возможные меры поддержки учебных заведений Тверской области. Игорь Руденя отметил, что региональное правительство готово начать субсидировать научные исследования вузов, а также помогать в подборе заинтересованных промышленных партнеров для их проведения. Тверская наука всегда была в авангарде. Сегодня мы слышали предложения, задачи, которые стоят перед Тверскими учебными заведениями и их совместной деятельностью с промышленными предприятиями, в том числе, которые выполняют гособоронзаказ. И я уверен, что наши предприятия при поддержке правительства Тверской области смогут в дальнейшем получить большие компетенции при выполнении государственного оборонного заказа Российской Федерации. В этот же день глава региона посетил военный учебный центр, созданный на базе Тверского государственного технического университета. Здесь проходит подготовка сержантов и солдат запаса. Двухлетнее обучение проходят студенты 2-го и 3-го курса, одновременно с освоением основной образовательной программы. У нас огневая подготовка, здесь студенты отрабатывают свои навыки снаряжения магазинов, сборки-разборки автоматов. А дистанцию можно задавать уже самостоятельно, программа позволяет делать ближе и дальше. Сейчас здесь обучается 108 человек. Из них два взвода по 36 человек по программам сержанта запаса и один взвод офицеры запаса. Сержанты запаса приступили к обучению в сентябре прошлого года. За это время ребята практически освоили полный комплекс общевоенных дисциплин. Изучили уставы, отработали навыки строевой подготовки. Переходим к таким дисциплинам, как управление подразделениями в мирное время и осваиваем комплекс тактических, тактико-специальных дисциплин. Это рационно-химическая, биологическая защита, инженерная подготовка, связь, военная топография. В конце обучения студенты пройдут месячные военные сборы в войсках, по итогам которых получат военные билеты.